добрый день вы на канале модные практики и сегодня с вами я паук штольга и татьяна ивановна добрый день сегодня что мы будем делать сегодня у нас моделирование моделирование шорт бермуды с двумя защипами с задними карманами накладными с кокеткой и с резинкой и среди от модного дизайнера модель почему мы решили это показать на камеру потому что очень многие купили себе курсы шорты пошили себе шорты и мы хотим показать что еще можно сделать на основе этих шорт поэтому если у вас вдруг нету курса пашпаш изготовление шорт или пошив шорт женских по нашей методике обязательно покупайте или если у вас есть какие-то другие шорты которые на вас хорошо сидят основа вы можете использовать ее вот наша основа татьяна ивановна ее построила и теперь на основе этих класс ну как классический классический шок мы будем строить модные шорты сейчас покажем вам модель немножко может быть вы расскажете что здесь отличается от классических шорт ну здесь у нас идут два защипа два защипа они расширенные то есть они довольно таки свободненькие поясок обычный в принцип как вот джинсы наверное мы изготавливаем вот скокетка по заднему полотню еще шорт будет и накладной карман да может кто-то сделает это на основе джинсовых джинсовой основы да да немножко по-другому но все в ваших руках фантазируйте не забывайте что шорты и брюки хорошо вначале сделать макет проверить как сидит потом уже кроить мои шорты будут из такого полосатого хлопка хлопка очень такая красивая расцветка потом у меня будет еще такая же курточка коротенькая поэтому впереди лета шорты нужны для отдыха для дома для каких-то поездок да и просто сейчас модно ходить в шортах по городу для тех кто это любит с любой обувью с любым верхом фуд любая футболка любая длина любая длина любой жакетик сверху летний накинули и побежали поэтому сегодня мы займемся шортами я вам оставляю татьяну ивановну не чтобы вас не отвлекать своими бесконечными разговорами вы все красиво сделаете и мы постараемся вам тоже показать примерку и так у нас есть основа на кальку я перевела основу переднего полотнища шорт и заднего полотнища шорт спрямила линии вот пунктиром показано передняя у нас зеленая и заднее полотнище синим спрямляем здесь и по боковому шоу по линии талии мы пока поработаем с передним полотнищем шорт линии талии вот так вот выравниваем то есть по боку мы эту линию выравниваем так как у нас ткань полоска и чтобы не нарушать линии мы выравниваем вот эту линию бока и соединяем с линией талии прямая линия я перенесла долевую нить и первым делом мы сейчас построим карман от первоначальной линии бока мы откладываем 6 сантиметров ставим точку 6 вниз спускаемся на 15 сантиметров и с помощью лекала соединяем теперь построим место гульфика по линии талии вправо откладываем 3 сантиметра ставим точку 3 вниз спускаемся до линии бедер у нас до линии бедер сейчас 15 с половиной и откладываем 3 сантиметра вправо соединяем точки и слегка закруглим теперь смотрите так как у нас модель идет свободная на резинке нам нужна свобода для вот этой вот сборки поэтому у нас вытачки мы не берем во внимание игнорируем откладываем от кармана 3 сантиметра 3 сантиметра затем откладываем это мы строим складки от от 3 мы откладываем еще 3 сантиметра проводим линии вниз параллельно нашей долевой и теперь разрежем давайте нет не разрежем а построим мешковину кармана накладываем сверху лист кальки и обводим линии вот у нас вход в карман наносим линию талии и линию бока и теперь давайте сделаем сантиметров 10 вот так вот мешковину и вниз мы опустимся на сантиметров 7 8 где-то так сейчас я нарисую карандашом сначала а потом обведу уже фломастером здесь мы по боку сантиметра 5 отмеряем и вот так вот скруглим смотрите чтобы у вас вот рука вот у нас вход в карман вы поставили свою руку и и нарисовали давайте обведем мешковина кармана состоит из двух частей верхняя то есть та которая будет внутри две детали и и две детали вот из основной ткани если у вас нету недостаточно ткани основной тогда можно сделать вот так укороченная отложите от линии входа в карман ну сантиметра 4 я думаю достаточно будет 4 вот так сейчас я вам покажу вырежем если и thực г вот месяц на третья Если загибаем по линии входа в карман, то вот этих деталей у нас получается две. Выкраиваем из мешковины. Отпускаем. И две детали вот таких, то есть цельных. Если у вас не хватает основы, тогда вы вот так вот отрезаете. И выкраиваете две детали вот из этой части и две детали из основы. Мешковину кармана отложим. Дальше строим складки. Разрезаем. Переднее полотнище шорт. Подложим лист бумаги. Проведем линию. К этой линии подклеим одну часть шорт. И теперь смотрите, для свободы, для того, чтобы нам сделать резинку, мы делаем прибавку 2 сантиметра. Откладываем по линии талии 2 сантиметра. Проведем линию. Чтобы не запутаться, я проведу линию. От этой линии мы прибавляем 5 сантиметра. Откладываем. Это глубина нашей складки будет. И вторая глубина складки у нас получается 4 сантиметра. Прибавим еще 4 сантиметра. Прибавим еще 4 сантиметра. И проведем еще одну линию. Теперь к этой линии. Приложим оставшуюся деталь наших шорт. И вот что у нас получается. То есть мы расширили. В общей сложности на складке мы взяли 9 сантиметров и 2 сантиметра. То есть 11 сантиметров у нас расширение идет шорт. Теперь смотрите, если же вы... Ну это мы сделали, потому что у нас ткань в полоску. Если у вас ткань не в полоску, допустим, а однотонная. И вам не хочется такую расклешку. То мы просто-напросто прикладываем и раздвигаем на складку, допустим, 5 сантиметров. Разрезаем еще раз и делаем раздвижку еще на 4 сантиметра. И тогда у вас вот так вот раздвигается у нас. Но так как у нас в полоску и нам не хочется ее нарушать, то мы сделали вот так. Все, передняя половинка у нас в полотнище готова. Вырезаем. Так, и подгибка. Подгибка у нас будет 5 сантиметров. Я сразу ее закладываю на лекалах. Провожу линию. И по этой линии сейчас загнем и проверим линию низа. Подогнули. Здесь у нас совмещается. А здесь мы срежем. То есть, если у вас будет раздвижка вот так раздвигаться, то вот эту линию вы имейте в виду, не линия подгиба. То есть, нужно сделать вот по такому принципу, как сейчас я вам показала. Итак, давайте я подпишу еще раз. 3 сантиметра у нас гульфик. Длина 15. Свобода у нас 2 сантиметра для резиночки. Плюс у нас еще уйдет здесь свобода. Это выточка. И свобода по боковому шву мы прибавили здесь тоже полтора. Выровняли. И у нас получилось полтора сантиметра. Первая складка у нас будет. Мы прибавили 5 сантиметров. И 4 сантиметра. Теперь по складкам. Давайте разберем еще. 3 сантиметра отступаем от входа в карман. От этой линии рисуем 4 сантиметра. И стрелочку. Направление складки. То есть, складка у меня будет направлена к карману. От метки 4 отступаем еще раз 3 сантиметра и 5. Закладываем. То есть, на вот эти линии мы уже не обращаем внимания. А закладываем вот так. И здесь. Вот у нас получается расклешка внизу. И здесь защита. Откладываем переднее полотнище. Займемся задним. Выравниваем внутренний шов. И по боку. Провели прямую линию. Низ. То же самое. Прибавляем 5 на подгибку. Проведем сразу линию. Кокетка. От линии талии. Справа мы откладываем вниз 8 сантиметров. Ставим точку. Выточку тоже игнорируем. По линии боков вниз откладываем 4 сантиметра. Соединяем прямой линией. Теперь. От прямой линии. От кокетки. От лужин 2 сантиметра. Я это сделаю карандашом. 2 сантиметра. Расположение кармана наметим. Вход в карман 10 сантиметров. Так, подождите. Пока карман мы не рисуем, мы тоже раздвигаем на 2 сантиметра. Сейчас я проведу прямую линию. И от этой линии мы отступим 2 сантиметра. Проверим. Линия талии у нас. Приклеим. И соответственно у нас здесь уже получается линию подправим. Вот, а теперь мы будем строить карман. Карман у нас от кокетки отступаем 2. Провели прямую линию. Ширина кармана у нас будет 12 сантиметров. Разделим это расстояние пополам. У нас получается 6. Линию вниз проведем. Отложим подалевой. У нас одна сторона 10 сантиметров. Другая сторона 11. Он такой будет асимметричный немножко слегка. И глубина кармана сделаем сантиметров 13. И проведем прямую линию. Соединили. Я теперь обведу фломастером, чтобы вам было видно. Вот наш карман. То есть мы также его переносим на кальку. Я бы посоветовала еще его дублировать на картон какой-то, чтобы можно было заутюжить потом. И на примерке это не окончательное место расположения кармана. Может быть он будет смещен. Там же мы на примерке посмотрим. Но сам карман вот такой у нас. Так, давайте подклеим и обрежем наш низ. По линии также мы закладываем. И обрежем. Ну вот и все. Итак, мы с вами смоделировали заднее полотнище, шорт. Долевая нить у нас вот так проходит. Кокетка. Кокетка. Две детали. Заднее полотнище. Две детали. Переднее полотнище, шорт. Две детали. Отрежем вход в карман. Он нам уже не нужен. Ну и мешковина. Получается, что четыре детали. Сейчас мы раскроим за камерой. И встретимся с вами через пару секунд уже на примерке. Как мы и обещали, за две секунды мы сметали вам шорты. И показываем. Вот Долечка их одела. Посмотрите. Кокетка у нас получается все совмещенная. Все линии совмещены. Так было на образце. Хоть там и клетка, но клетка тоже была совмещена вместе с поясом. И здесь впереди карман у нас тоже совмещенный. Защипы совместили полоску получается. Ну, расклёшка Оле очень нравится. Мне очень вообще все нравится. Особенно мне нравится пояс. Я очень хотела, чтобы он был именно как в оригинале. Оттопыривающийся. Опять же, не все сразу поняли. Но я думаю, когда мы дошьем, вы все порадуетесь. И обязательно себе захотите тоже такие. Но если вы не хотите отстающую деталь, вы можете сделать себе классический пояс. Закладывать, да, такую расклёшку, свободу такую. И еще мы думаем, что мы можем показать вам мастер-класс, как резиночку правильно вшить, как ее упаковать, как ее закрыть и обработать. Поэтому пишите комментарии, если вы хотите увидеть мастер-класс по пришиванию резинки. Как оно будет выглядеть в шортах в готовом виде и как мы это сделаем. Отдельно вот я заготовила карман. Я вам рекомендовала вырезать лекало из картона. И с помощью этого картона очень легко заутюживать и придать форму карману. Теперь мы наметим место расположения кармана. Карманов будет два, да? Конечно, да. Два. Ну я на всякий случай решила уточнить. Я счастлива, что у меня будут такие классные, модные, современные шорты. В них я смогу ходить и по городу, и на отдыхе. Ну конечно, это городской будет у меня костюм. Открою секрет, что к этим шортам у меня еще будет короткая куртка с рукавом реглам. Давай я приколю, чтобы мы увидели. Я счастлива, неужели? Начало июня, а у меня уже раскроены шорты. И есть все шансы, чтобы мы их дошьем. Ну я думаю, что все. На этом примерку мы будем заканчивать. И будем заканчивать наше видео. Пишите комментарии, понравилось ли вам это видео. Спасибо большое Татьяне Ивановне за то, что поучаствовала в этом видео. И всему нашему большому коллективу. Напоминаю, что вы были на канале Модные Практики. С вами была я, Паукшта Ольга Татьяна Ивановна. И вся наша большая команда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.